Ампельная питония, выращивание в подвесных кашпо. Пышный цветущий сад на лоджии, гордость цветовода, старательно подбирающего композицию растений. Акцент в ней стараются сделать на ярких шапках цветов, питонии отлично подходят для этого. Разнообразие сортов позволяет комбинировать в одном даже несколько видов, композиции получается гармоничной. Чтобы теплолюбивая питония радовала своей красотой, нужно правильно провести посадку рассады в кашпо. Как сажать ампельную питонию в кашпо? Питония бывает нескольких видов, ампельная отличается от других спускающимися к земле стеблями. Обычно ее сажают в подвесное кашпо, так гроздья бутонов смотрится эффектнее. Растение, несмотря на заметные успехи селекционеров, остается довольно капризным в уходе. К счастью, соблюдая простые правила, можно успешно посадить молодой цветок. Питония идеально подходит для украшения сада на лоджии. Правила и приемы посадки ампельной питонии в кашпо Посадка ампельной питонии В кашпо, поэтапное мероприятие, перед этим готовится рассада. Посаженная в конце февраля, к началу июня, она готова к пересадке в горшок. Подвесное кашпо обязательно должно иметь подон, питонии любят воду. Обратите внимание, выросшее растение будет весить немало, а с грунтом и того больше, материал емкости должен быть прочным. Кашпо для питонии должно подходить ей по размеру. Перед посадкой нужно подготовить грунт. Третьего части волокна кокоса Второго части биогумуса Первая часть крупнозернистого песка Если состав получился слишком сухой или влажность воздуха низкая, можно добавить в грунт гидрогель. Важно! Сразу после посадки не рекомендуется выставлять горшок с саженцем на открытый воздух с солнечной стороны. Посев производят зимой, а высадку ближе к маю. Растение должно привыкнуть к новому месту в спокойной обстановке. Ампельные сорта питонии отличаются разнообразием расцветок. Можно также приобрести готовый субстрат для выращивания питонии, подобрав вариант для конкретного сорта. Перед высыпанием в кашпо грунт необходимо продезинфицировать. Уложив саженец в землю, нужно хорошо распределить почву, между корнями не должно быть пустот. Сильно приминать грунт не стоит, это негативно скажется на состоянии корневой системы. Какой объем кашпо нужен для ампельной питонии? В этом плане трудно сформулировать общее правило, многое зависит от сорта растения. Количество кустиков в кашпо и других факторов. Для небольших одиночных композиций достаточно и пятилитрового кашпо, для более объемных – до 10 литров. Обратите внимание. Если в одном горшке будут расти два сорта питоний с объемными шапками цветов, можно рассмотреть вариант широкого кашпо. Сколько ампельных питоний сажать в одно кашпо? Желание вырастить пышную шапку бутонов приводит к очевидному вопросу о количестве растений в одном кашпо. Существует мнение, что сажать более одного неправильно, корни переплетутся, и ничего хорошего из этого не выйдет. В то же время другие цветоводы утверждают, что питуний в одном горшке может быть 2-3 штуки. Их корни нужно располагать так, чтобы они не переплетались. Именно поэтому методом проб и ошибок были получены удачные сочетания соседства разных сортов. Количество питуний в одном кашпо зависит от сорта. Проблема заключается в том, что ампельные растения имеют свойство разрастаться. И нижняя часть растений не получает достаточно кислорода. В этом случае придется прищипывать и формировать питунью, а также следить за состоянием грунта. Выращивание и уход в кашпо Питунья любит солнечный свет, тепло и регулярный полив, вокруг этого и строится уход за ней. Земля в кашпо не должна засыхать, поливать ее нужно постоянно. Питунья цветет долго, ей необходимо достаточно влаги. Но заливать растения нельзя, корни могут начать гнить. В летний период полив нужен более интенсивный, зимой – умеренный. Важно! Почва в кашпо с питуньей всегда должна быть влажной, не мокрой. Растение любит солнце, ее нужно выращивать с южной стороны, так как постоянное нахождение в тени ей сильно навредит. Оптимальный температурный режим во время цветения – 23-27 с. Незначительные перепады переносит достаточно легко. Во время цветения нельзя забывать о подкормке. Правильно ухоженная питунья дает пышную шапку крупных бутонов. Питунья устойчива к болезням и вредителям, а если заражение все же произошло, хорошо переносит лечение. Со стороны цветовода важно быстро обнаружить проблему и принять необходимые меры. Чем лучше он будет ухаживать за ней, тем меньше вероятность заражения. Распространенные недуги. Черная ножка. Листья подгнивают и чернеют на концах. Причины появления – чрезмерный полив, густая неухоженная листва. Серая гниль. На листовых пластинах появляется серый налет, со временем он приводит к загниванию. Провоцирующими факторами являются дефицит света и частые, резкие, перепады температур. Бурая пятнистость. Ялые листья и пятна на них. Появляются из-за механического повреждения или высокой влажности воздуха. Важно! При лечении заболеваний используют фунгициды. Опасными вредителями для ампельной петунии являются тля, паутины, клещи, слизни. Хороший эффект дает опрыскивание мыльным раствором, предварительно больное растение нужно изолировать от других. Формирование куста. Первое, что нужно знать, сажая петунию в кашпо, она сильно разрастается. То есть, побеги создают огромную шапку, оставляя стебли оголенными, и растение выглядит непривлекательно. Вместе с тем корневая система тратит все силы на листву, а бутоны получаются мелкими и тусклыми. Решить проблему можно прищипыванием, удалением ненужных побегов. Убрать следует 2 дробь 3 длины, на месте прежних побегов вырастут новые. Таким образом шапка бутонов будет превалировать над листвой и выглядеть гармонично. При правильном прищипывании можно получить эффектную композицию из разных сортов петуний. Сорта ампельных петуний для подвесных кашпо. Лучше всего для подвесного вазона подходят следующие разновидности. Лавина Популярный сорт, от прочих отличается прямостоячими молодыми побегами. По мере роста они сгибаются подвесом побегов. Бутоны крупные, россыпь получается лавинообразной. Окраска лепестков разнообразная, от постельных до интенсивных оттенков. Вельвет Чешский сорт высотой 80-100 см. Он используется не для кашпо, а в качестве украшения цветника. Ковер достигает высоту 25 см, выглядит изумительно для больших площадей. К сведению. Дополнительное назначение – создание цветочных деревьев. Шоквейв Подходящий сорт для неблагоприятных погодных условий, так как устойчив к холоду и сильному ветру. Шоквейв рано зацветает, бутоны заметно мельче, чем у других петуний, это касается и листьев. Опера Японский сорт, особенности которого в неприхотливости и отсутствии реакции на длину светового дня. Из-за некрупных цветков и высоты до 1 метра используется в кашпо и коврах для цветников. Петунии изумительно выглядят даже в однотонной расцветке. Ампельные петунии считаются очень красивыми цветами для домашнего сада. Это кажется справедливым, ведь волнообразные ветви с граммофончиками украсят любой балкон. Их можно сажать в кашпо, популярный вариант, или использовать в качестве ковра для цветника. Выбор назначения зависит от конкретного сорта, его высоты и размера бутонов.